продолжаем в общем как вы видите я не в поезде и все потому что оказывается это вам не токио это елки-палки юг малонаселенный город в общем поезда здесь ходит достаточно редко очень редко и мне вот надо одну остановку проехать до оказалось чтобы поезд мне нужно ждать 40 минут естественно я быстро пешком дойду туда-обратно даже успею сходить поэтому как бы билетики я вернул в этом ничего страшного нет так что вы тоже знаете если вдруг вы купили билеты вы то есть уже не хотите ждать тоже долго там надо примеру ждать лучше сразу спрашивайте когда следующий поезд будет также если вас это не устраивает просто возвращаете билет забирать обратно деньги вот и все вот какой-то автобус тоже видимо межгорода так вот так что иду пешком то осталось минут 20 где-то так пешочком пройтись до магазина ну там уже покажу вам чё к чему все до связи но мы продолжаем в общем вот такой вот необычный интересный дом я нашел значит ну риэлторские значит эти показываются в общем дома для экземпляра как бы для примера в общем вот такого дом стоит для примера называется сейко хаузингу то есть это риэлторская контора видимо название ее и соответственно вот у него здесь такого красивенький домик стоит то есть ну я практически дошел вот там вот за перекрестком уже мой магазин сюда вот видно какой-то магазин куда мне надо попасть здесь тут там кавасаки дукатти сейчас туда приду там будем дальше смотреть чё к чему но пока до связи так ну вот такой вот магазинчик значит небольшой здесь продается как дукатти так кавасаки так и вот разные скутеры большие ямаха также вот есть принципе цены дешевле чем в токио дешевле и состояние достаточно хорошие видите сами не ржавчины ничего нет то есть а все почему потому что климат здесь более теплый дождей меньше зимы практически нет холодов нет вот принципе все готово как вы видите все нормально чисто никакой ржавчины ничего нету только на диске там тормозном чуть-чуть вот все ерунда ты все установил уже крепление под навигатор сейчас обратно чтобы ехать удобно был здесь все нормально все четко так охлаждайка охлаждайка вот что-то маловато и спросить че там к чему где там наверно минимум ездит а сейчас посмотрим чему там так ну все принц все остальное норма в общем вот как видно это значит один из самых больших мостов в Японии в Антовой в Кобе то есть вот это город Кобе сейчас мы проедем немного через Кобе я немного поснимаю там город внутри че-то как интересно а так в принципе мост огромный все честно я на таких больших мостах че не катался навигатор надо включить а то без навигатора тут крен пойми куда ехать надо вот поэтому как бы катаемся сейчас жара блин стала вообще жесть время час я проехал пока что 93 километра всего лишь это очень мало потому что всего путь 640 километров только шестая часть в общем ну что погнали ну что ну 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok